Это трофейные туфельки для тобольских золушек, которые в начале 50-х годов привез Марчук Василий Куприянович. Этот удивительный подарок для двух подружек, названных сестричек, фронтовик привез из самой что ни на есть побежденной Германии. А дело было так. Ушел на фронт в 19 лет, но успел повоевать, он дошел до Берлина. Это огромный красивый парень был, которого забрали почему-то в танковые войска. В боях успел получить два ранения и медаль за отвагу. В родной Галышмановский район вернулся с победой. Туда же для прохождения педагогической практики была направлена и Галина. Она-то и запала в душу Василию Марчуку, а он ей и подавно. Она описывала, как зашел красивый, высокий, он кудрявый был, голубоглазый. Ну, в общем, там фронтовик. Тогда же принято было носить, вот после войны фронтовики носили ордена обязательно, даже определенная мода была, в общем, глаз не отвести. Вскоре после знакомства Василий продолжил военную службу, пошел учиться на офицера. Только Галина из головы не выходила. Вспоминалось ему и в Германии, куда после училища вновь отправили фронтовика. Тогда-то он и приобрел замшевые черевички для тобольских золушек, своей любимой и ее закадычной подруги, тоже Галины. От нее-то позже туфельки и перешли к Елене Киселевой. Я эти туфли одеваю на День Победы, для того, чтобы вспомнить Василия Куприяновича, который был фронтовиком, героем. Дочери тобольских золушек дружны и по сей день, хотя Наталья живет в Америке, а Елена в России. Она же хранит и семейные реликвии. Дядя Вася Василий Куприянович, он служил в Дрездене. И они привезли оттуда очень много красивых вещей, одна из которых сейчас хранится у меня. А замшевые туфельки ждут своих новых хозяек. Ведь у тобольских золушек подрастают правнучки, которым трофейный подарок может оказаться в пору. Наталья Жукова, Роман Чинахов, Тюменское время.